Третья часть Кишинева не оборудована ливневой канализацией. Отвод дождевых вод осложняется и состоянием рек, бык и дурлешт. Их русла не очищены, заявил на совещании муниципальных служб начальник столичного главного управления городской мобильности Виталия Михалаки, комментируя ситуацию с затоплением в результате ливней улиц. Я говорю об улице Каля-Ешелур и прилегающей территории. В частности, об отводе дождевых вод через точный канал реки Дурлешт. Два года нам отказывают действующие в сфере окружающей среды органы в очистке этого канала отвода дождевых вод в реку Бык. В результате предпоследних проливных дождей уровень воды в водохранилище в парке Лаизвор поднялся до уровня проезжей части, что привело к затоплению улицы Каля-Ешелур. Директор агентства АПЕЛИ Молдовии Андрей Антоневич сказал в интервью ВАН-ТВ, что не может подтвердить заявления, прозвучавшие на оперативном совещании муниципальных служб. Вице-мэр столицы Ильи Чебан называет одной из причин затопления улиц очень большое количество осадков. Кишинев не единственная столица, которая сталкивается с подобной проблемой в результате ливней, сказал чиновник. Можно сделать стоки от одного конца улицы до другого. Однако в случае дождя с таким объемом воды не справится ни одна система ливневой канализации. Все места с риском затопления мы отметили на карте. Они известны. И мы отправляемся с коллегами в каждое из этих мест сразу, как объявлена чрезвычайная ситуация. Решить проблему призывают и ряд муниципальных советников. Так, председатель фракции ПДС в муниципальном совете Зинаида Попа считает, что решать вопрос нужно комплексно, не ограничиваясь локальными решениями. Где эти проектные работы? Где внедрение проектов? Потому что, если бы все это делалось, дожди ведь идут не только в Кишиневе, во всех европейских столицах. Однако нет таких плохих последствий. Муниципальный советник от платформы «Достоинства и правда» Виктор Керонда утверждает, что единственный проект модернизации системы сбора дождевой воды реализовали в то время, когда мэром был Дарин Киртуака. Работы провели на улицах Тегина, Александру Челбуна и 31 августа. В последние годы ни разу не проводили ремонт или реконструкцию инфраструктуры сбора, хранения дождевых вод. Даже проекты не были забюджетированы, написал муниципальный советник в Фейсбуке. По его словам, при нынешнем градоначальнике в ходе ремонта улиц дождевую канализацию полностью проигнорировали, а в некоторых местах даже покрыли асфальтом. В качестве примера я привёл ситуацию у железнодорожного вокзала. Эту местность постоянно заливает. И была построена комплексная большая водосточная система на проспектах Негруцы, Дичибала, Штефана Челмари. И теперь там не затапливает, независимо от силы дождя. Мы пытались связаться с начальником главного управления городской мобильности Виталия Михалаки, чтобы получить комментарий по поводу заявлений Виктора Керонды. Чиновник не ответил на наши звонки и сообщения. В последние две недели из-за ливней проблема затопления некоторых столичных улиц вновь стала актуальной.